Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Город-герой действительно сейчас готовится к знаменательной дате Дню освобождения от фашистско-немецких захватчиков Ежегодно этот праздник отмечают 11 апреля В администрации Керчи подготовили рекомендации к предпринимателям по обновлению фасадов, а также обновлению государственной символики Ответственность грозит административно Сумма штрафов зависит от конкретного вида нарушений Подробнее мы сейчас поговорим об этом с начальником управления муниципального контроля Администрации Керчи Сергеем Горьковым Сергеем Викторович, доброе утро! Доброе утро, крымчане! Сергей Викторович, расскажите, чем конкретно регламентируется эта ответственность? Конкретно ответственность регламентируется за законом Республики Крым об административных правонарушениях Санкция предусматривает предупреждения, а также штрафы На граждан от 5000 рублей, от 2000 до 5000 рублей На индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей И на юрлиц административно ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей То есть штрафные санкции, особенно юридические лица, очень-таки серьезные А вообще требования эти прописаны в правилах благоустройства Муниципальных образований Крыма, ну и в Керчи, как везде по всей России Привязываемся к дате к 11 апреля и к дню города 11 апреля это у нас знаменательная дата, день освобождения города Керчи от фашистских захватчиков И как правило, если мы готовы уже к 11 апреля, то по логике мы готовы к 9 мая То есть, да, эта мера предусматривает обновление фасада в целом Ну а вообще все собственники зданий, строений, сооружений, независимо от их формы собственности Должны постоянно следить за своими фасадами, да, чтобы не было, не дай бог, обрушений Чтобы никому там кирпич на голову не упал, да, то есть это прежде всего безопасность Ну и наши вот эти вот надписи, которые всех раздражают, в том числе меня, с которыми мы боремся Заставляем юридических лиц, управляющих компаний, их сразу замазать Надписи, о которых мы все знаем, да, которые читают наши дети, переходят по этим сайтам Мы с этим тоже боремся Сергей Викторович, может быть не все предприниматели знают о том, что вот есть такое требование администрации Вот как-то вы их уведомляете, вот иным образом? Основные улицы нашим управлением пройдены Это улицы Чикалова, улицы Карла Маркса, Пирогова Это те улицы, которые являются, Сверлова также, которые являются сообщением, да, между районами А также наша улица Чикалова, которую мы приводим, да, в порядок Не совсем всех получается оживить, так разом ее обновить Но люди выходят на улицу и начинают обновлять фасады Также подготовлен ряд статей о предупреждении, да, о том, что всем нужно перед 11 апреля сделать обновление фасадов А также заходим на объекты и вручаем письменное предупреждение, уведомление о том, что если фасады зданий не будут приведены к 11 апреля Да, предупреждаем, то есть делаем все меры от себя, потому что штрафные санкции Вообще цель административного законодательства, ну штрафного, да, это устранение нарушений О том, чтобы у нас все введены были в правовое поле и у, в том числе у коммерции, не было нарушений Но штраф это уже последняя мера, да, когда уже мы не хотим составлять протоколы Но мы будем вынуждены, да, если граждане наши не будут устранять нарушения Сергей Викторович, вот вы озвучили суммы штрафов, разброс достаточно большой Вот от чего конкретно зависит, какой штраф будет назначен юридическому лицу? Зависит от повторности Второе, зависит от того предупреждения Если мы предупреждение-то вручили юрлицу даже до составления протокола Ничего не сделал, никакие меры, то это будет отягчающим обстоятельством И все зависит, если уже составлен протокол Если на рассмотрение протокола в административную комиссию Субъект, в отношении которого составлен протокол, в отношении которого возбуждено дело Предоставляет материалы, да, существенные, которые свидетельствуют о том, что нарушение устранено То административная комиссия, я в том числе, их адаптайствую предупреждение Спасибо большое за информацию Я напоминаю, что мы сегодня беседовали с начальником управления муниципального контроля Администрации Керчи Сергеем Горьковым О нарушениях подготовки города к торжественной дате К знаменательной дате, к дню освобождения Керчи от фашистско-немецких захватчиков Я думаю, что мы еще непременно вернемся к этой теме Ну а пока я передаю слово коллегам Продолжение следует...